МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Аль Пачино и Стражи Галактики Телеадаптация древней саги По мотивам Био-Вульфа сделают сериал А в конце вас ждут наши впечатления От просмотра диснеевского мюзикла Чем дальше в лес? Дабы вернуть на экраны малость постаревшего Зорро Руководство Сони решило поддержать проект Квентина Тарантино Задумавшего выпустить фильм о первом американском Мстителе и Джанго Собственно, комикс, где два героя объединяются против коварных землевладельцев Был анонсирован Квентином еще летом на Комик-кон Сюжет стартовал аккурат после событий оригинального фильма Джанго вместе со своей супругой Брунгильдой Вселяются в окрестностях Чикаго Отправившись на поиски работы Наш герой знакомится с Диего Деловегой Ну а дальше следуют кровавые разборки со злодеями Фильм должен появиться не позднее 2017 года Ну а вестерн Джанго «Освобожденный» был выпущен в 2012 году и при бюджете в 100 миллионов долларов заработал 400 Что ни день, то новые откровения из личной переписки Сони Помимо перезагрузки оригинальной серии «Охотников за привидениями» Полфейк намерен вывести на экран женскую команду В планах студии еще и спин-офф Проект предложили руководству братья Руссо Известные широкой аудитории по первому «Мстителю. Другая война» и Ченнинг Татум Последний планирует отдать вторую ведущую партию Своему старому знакомому по картине 10 лет спустя Крису Претто Другие роли в перезагрузке Сони предложила Райану Гослингу, Дженнифер Лоуренс и Эмме Стоун Журналисты BDS Digest разузнали некоторые подробности кинематографической вселенной DC В варианте «Бэтмена против Супермена», утащив часть находящегося в работе сценария Чуть ли не прямо со съемочной площадки Итак, на момент старта фильма Брюс Уэйн уже 17 лет бегает по крышам в наряде гигантской мыши И пугает преступников Таким образом, создатели дают небывалый простор для маневра режиссерам одиночных проектов о Бэтмене Согласно новой версии истории «Темного рыцаря», капитан Джеймс Гордон за это время успел скончаться Далее именно Бэтс встанет во главе Лиги Справедливости и соберет команду Что касается Альфреда, которого играет Джереми Айронс, то он вполне похож на свое альтер-эго в картинах Нулана Травит байки и вовсю критикует хозяина «Бэтмен против Супермена на заре справедливости» появится в кино 25 марта 2015 года Помнится, мы сообщали, что Аль Пачино, глянув Стражей Галактики, по выходу из кинотеатра позвонил в Марвел Мол, горю желанием сыграть одну из ролей в следующем фильме Глава студии, Кевин Файги, тут же нашел для звезды лица со шрамом и крестного отца Роль в одной из грядущих экранизаций комиксов «На прошлой неделе встретились и отлично поговорили с Файги», — рассказывает Аль Пачино «Удивительно, с какой скоростью он позвонил мне, и мы встретились, дабы все обговорить» Тут актера прервал звонок, и Пачино отшутился, что это, мол, опять Кевин, просит не разглашать подробностей Ждем официальной информации Мечты увидеть ЧП в команде Мстителей могли избыться, если бы не жадность Марвел, считает автор The Wall Street Journal Журналист зарылся в переписку боссов Марвел и Сони, с легкой руки опубликованной в интернетах взломщиками В письмах от главы киноподразделения Сони Эми Паскаль к Бобу Айгеру в Дисней Указывается, что Марвел могут снять новую трилогию про Человека-паука При этом Сони сохранит креативный контроль, право на маркетинг и дистрибуцию Также Паскаль не исключала появление ЧП в Первом Мстителе Гражданская война Причем в фильме должен был появиться уже взрослый Питер, потому что контракт с Гарфилдом был разорван аккурат после провала второй части Но переговоры между двумя правообладателями зашли в тупик, и Сони решила самостоятельно развивать приключения Паука Подключив к производству команду, работавшую над картинами Мачо и Ботандова и Лего-фильм Также в планах стояли спин-офф и основной линии, зловещая шестерка, Веном и командный фильм о дамах из той же вселенной К слову, к новому сольнику Питера Паркера хотели подключить Сэма Рэйми в качестве либо режиссера, либо продюсера Прошло 27 лет с тех пор, как закадычные друзья Тим Бертон и Майкл Киттон представили публике комедийный ужастик «Битл Джуз» про адского клоуна и заглянувшую к нему в дом семейку На прошлой неделе в беседе с журналистами Тим заявил, что производство сиквела идет полным ходом «Я очень скучаю по этому герою и работе с Майклом», рассказывает постановщик, ведь только он один может воплотить на экране образ Бетельгейза Сейчас мы активно работаем над сценарием и думаю, что в скором времени займемся его реализацией Оригинальная лента собрала в мировом прокате более 73 миллионов долларов и получила премию «Оскар» за лучший грим Ну а сейчас на Китона можно глянуть в драме Бёрдна Дримворкс вновь переносит дату премьеры мультфильма «Кунг-фу Панда 3» Новые приключения героев появятся 18 марта 2016 года Сначала мульт планировали отправить на экраны в 2016 году Чуть подумав, перенесли на декабрь 2015-го, и вот новый перенос Напомним, дабы обойти китайское законодательство, которое забирает большую долю от проката западной картины Боссы студии поручили делать панду аж трем китайским компаниям CMC, Shanghai Media Group и Shanghai Alliance Таким образом сократив затраты на производство, маркетинг и, конечно, налоги Вторая часть собрала в мировом прокате 665 миллионов долларов Совокупные заработки двух первых серий превысили 1,3 миллиарда долларов Не успев толком поделиться подробностями «Кинг-Конг. Остров Черепа» Legendary Pictures тут же изменила прокатный график и перенесла премьеру фильма с 4 ноября 2016 года на 10 марта 2017 года Создатели обещают бережно отнестись к наследию истории большой обезьяны при переносе событий комикса в наше время Речь пойдет про остров, который Конг делил с массой доисторических чудищ Постановщиком картины назначен Джордан Вод Робертс «Короли лета», а в главной роли — Том Хиддлстон Как вы наверняка помните, в 2005 году Питер Джексон переснял оригинальный фильм на новый лад В производство вложили 207 миллионов долларов, а мировые кассовые сборы достигли 550 миллионов Приближается конец года, и академики выбирают счастливчиков на главные награды в области кино за 2014-й На «Золотой глобус» в номинации «Лучший драматический сериал» претендуют «Роман», «Аббатство Даунтон», «Игра престолов», «Правильная жена» и «Карточный домик» Полнометражные ленты «Золотого глобуса» поделены на две категории Первые — комедии и мюзиклы, где в этом году соревнуются «Бёрдман», «Отель Гранд Будапешт», «Чем дальше в лес», «Гордость» и «Святой Винсент» А лучший драматический фильм года будет выбран из картин «Отрочество», «Охотник на лис», «Теория всего», «Игра в имитацию» и «Сельма» Номинанты на премию за лучший анимационный фильм «Город героев», «Книга жизни», «Семейка монстров», «Как приручить дракона 2» и «Лего фильм» Ну и озвучим еще претендентов на звание лучшего режиссера Ими стали Уэс Андерсон, «Отель Гранд Будапешт», «Ава Дюверней», «Сельма», «Дэвид Финчер», «Исчезнувшая», «Алехандро Гонсалес-Иньарито», «Бёрдман» и «Ричард Линклейдер» «Отрочество» Торжественная 72-я церемония вручения «Золотых глобусов» состоится 11 января 2015 года Далее своих фаворитов на ТВ выбрала и гильдия киноактеров США Лучшим исполнителем главной роли в телефильме или мини-сериале Может стать Эдриан Броуди, Гудини, Бенедикт Камбербэтч, Шерлок, Ричард Дженкинс, «Что знает Оливия», Марк Руффало, «Обыкновенное сердце» или Билли Буб Торнтон, «Фарко» А лучшей исполнительницей главной роли в телефильме или мини-сериале Эллен Дерстин, «Цветы на чердаке», Мэгги Джилленхол, «The Honorable Woman», Фрэнсис Макдорманд, «Что знает Оливия», Джулия Робертс, «Обыкновенное сердце» Или Сисели Тайсон, «Поездка в Баунтифол» Номинанты на премию лучший исполнитель главной роли в драматическом сериале Стив Бушами, «Подпольная империя», Питер Динклейдж, «Игра престолов», Вуди Харрельсон, «Настоящие детективы», Мэтью МакКонахи, «Настоящие детективы», Кевин Спейси, «Карточный домик», С легкой руки хакеров в интернетах Появилась переписка сопредседателя компании Сони Эми Паскаль и продюсера Скотта Рудина, где Рудин критикует идею снять фильм «Клеопатра» с Анжелиной Джоли в главной роли Что же не так? Слушайте, мне неинтересно заниматься проектом на 180 миллионов, дабы потешить самолюбие избалованной посредственности Джоли, Уверяет коллегу Скотт, «Я не собираюсь сотрудничать как с ней самой, так и с актерами, которых она выберет на главные роли Становиться посмешищем, выполняя ее капризы, я не намерен» Анжелина, напомним, в последнее время вообще грозит уходом из Голливуда Последние пару лет продюсеры и актеры Марвел, какие только из девки, не бросали в адрес молчаливых DC и братьев Уорнер И герои, мал, у конкурента старики, и плана по развитию экранизации комиксов для ведущих персонажей у них нет, когда оказалось, что план таки имеется, и включает он более девяти наименований, никто не поспешил извиниться, и так далее Что любопытно, даже после запуска уже третьего весьма успешного сериала, основанного на своих комиксах, боссы компании встречают любые новые нападки от Марвел дружным молчанием И только Зак Снайдер нашел пять минут в своем плотном графике съемок Бэтмена против Супермена, дабы высказаться о наболевшем Я, признаться, не понимаю, как можно считать фильмы с участием Тора и Железного человека классикой, когда существуют Супермен и Бэтмен Оба, архетипы библейского масштаба, являются отражением наших побуждений И они не шуты гороховые, как герои Марвел В свете появления на больших экранах новой версии «Темного рыцаря» журналисты, кажется, уже опросили всех предыдущих, кроме Майкла Китона Дабы это исправить, в гости к актеру, недавно отметившемуся в драме Алехандро Гонсалеса и Ньеррито Бёрдмен, отправились наши коллеги из Шортлист «Завидую ли я Бену Аффлеку, одевшему костюм Бэтса? Нет, конечно А знаете почему? Потому что я Бэтмен, и подобные мысли меня не гложат», — с порога заявил актер В этом году 25-летие отмечает Бэтс моего друга Тима Бёртона И я невероятно рад тому факту, что мы оба стояли у истоков супергеройского кино Первая картина изменила все Что до новых фильмов о парнях в трико, то я ничего, кроме Человека-паука, не смотрел Да и тот не до конца Сейчас в фильмы подобного типа очень просто попасть Ведь актеру достаточно просто корчить ружи, а компьютер дорисовывает все остальное Как вы наверняка помните, канал NBC сократил количество серий первого сезона сериала «Константин» до чертовой дюжины И заявил, что если просмотры не скакнут с 4 миллионов до 6, как хотя бы у Гримм, то Костю отправят в ад навсегда Дабы прояснить дальнейшую судьбу сериала, на связь вышел Дэвид Гойер, в чью задачу вошло продюсирование и сценарий «Шоу не прикрыли», — заявил он Канал еще не отказался от Константина, хотя он по понятным причинам попал в турбулентность Ведь это не какое-нибудь сверхпопулярное положение дел Сюжет, атмосфера, антураж рассчитаны на определенную аудиторию И постепенно мы начинаем ей нравиться Пару месяцев тому назад прошел слух, будто сценарист Константина и трилогии Нолана о темном рыцаре Дэвид Гойер Работает над сериалом о дедушке Супермена Так вот, слух, как оказалось, имеет под собой устойчивую почву Гойер и Иан Голдберг действительно работают над шоу «Криптон» Дэвид в качестве продюсера и сценариста пилотного эпизода Сюжет, как уже говорилось ранее, поведает историю героического деда Кларка из «Дома Эллов», который после изгнания принес на Криптон мир и спокойствие Собственно, таким образом, Рассел Кроу, сыгравший Джор Элла, может получить обещанный шанс вновь вернуться к роли Кэмпания ITV дала старт телеадаптации англосаксонской эпической поэмы «Бео Вульф» Мини-сериал пока состоит из 13 эпизодов Съемки пройдут в Дараме и Нортумберленде А в креслах продюсеров – Тим Хейнс, Кэти Ньюман и Джеймс Дурмар Одной из последних киноадаптаций классической поэмы был фильм Роберта Земекиса с Рэем Уинстоуном в главной роли Весьма холодно приняты критиками В сериале повествование стартует с возвращения героев Хеород, дабы воздать почести своему конунгу Хродгору, который вырастил и воспитал его Но, ясное дело, тут же на сцену выйдет монстр Грендель Съемки стартуют в апреле 2015 года И теперь обзор бокс-офиса России за прошлые выходные Финальная часть трилогии приключений Хоббитса ожидаемо взяла мощный старт – 13 миллионов долларов за уикенд и первое место в рейтинге недели Анимационное лето про пингвинов, весьма бодро ворвавшееся в первую пятерку, на второй неделе собрала 1,4 миллиона В общей сложности заработав в России 14 миллионов долларов Ужастик про злобную мумию от режиссера Грегори Левассера напугал граждан на 0,49 миллиона долларов Общая касса картины – 2,1 миллиона Следом за ужасом из глубин веков идет отечественная комедия режиссера Клима Шипенко Сборы за выходные – 0,48 миллиона долларов А за все время проката – 1,8 миллиона И в хвосте бокс-офиса – межзвездный, продолжающий исправно приносить копейку создателям За субботу в воскресенье научно-фантастическая драма принесла 0,19 миллиона долларов Но общая касса на зависть конкурентам составляет 20 миллионов С некоторых пор студия Диснея занимается уже не просто волшебными сказками, а различными экспериментами над ними В их числе, например, знаменитый то ли сиквел, то ли спин-офф сказки Андерсона «Снежная королева» Всем вам известный музыкальный мультфильм «Холодное сердце» Чем дальше влез еще один такой эксперимент и, пожалуй, гораздо более смелый Но вот насколько он оказался удачным? Эксперимент тут на самом деле не один, их сразу много Во-первых, это не мультфильм, а кино с живыми актерами Во-вторых, фильм музыкальный В-третьих, здесь не одна сказка, а что-то около полудюжины И все они плотно сплетены в один сюжет В-четвертых, это вакханалия На самом деле вообще не оригинальная работа студии А адаптация мюзикла Стивена Сундхайма еще в 86-го года Кстати, Джеймс работал над сценарием к фильму В итоге сюжет и тематику слегка подправили Но вот песни, как тексты, так и музыка, перекочевали в киноадаптацию Практически без каких-либо заметных изменений Начинается фильм с того, что все поют о том, чего они хотят больше всего на свете Золушка хочет на бал, Джек хочет, чтобы корова наконец дала молока Булочник хочет, чтобы жена родила ребенка Красная Шапочка хочет пирожков для бабушки Дальше герои по разным причинам отправляются в лес К получающемуся винегрету добавляется еще пара сказок И все закручивается так, что неподготовленному зрителю Который думал посмотреть простенькую детскую сказочку Можно только посоветовать пристегнуть ремни безопасности И покрепче держаться за подлокотники Хотя это все равно не поможет Ибо в определенный момент сюжет делает резкий поворот не туда И дальше начинают происходить совсем уж неожиданные вещи Да и до переломного момента встречаются штуки Которые для первоисточника в виде народных сказок И их вариантов в изложении братьев Гримм Возможно, были бы вполне нормальны Но вот для диснеевского их переложения Происходящее местами все-таки чересчур жестокое Другие же моменты наполнены слабо прикрытыми отсылками к посильным темам Что опять же нормально Ибо, как известно, та же самая история о Красной Шапочке Часто трактуется как метафора полового созревания Однако здесь так и представляется семейный просмотр фильма С похихикивающими родителями Уклончиво отвечающими на вопрос ребенка А чего мол тут смешного? В духе «Вот вырастешь, узнаешь» В конце концов, сложно трактовать гримасы Джонни Деппа В роли мистера Волка как-то иначе Да, Джонни снова снялся в мюзикле Но здесь к нему претензий нет Поет он не в пример лучше, чем в Суинни Тодди И что важнее, эмоциональнее Увы, роль у него очень короткая Считай, всего одна сцена Но это ничего Без Деппа фильм не разваливается Ибо в нем есть еще одна не менее харизматичная звезда Мэрил Стрип в роли злобной ведьмы Положительные герои иногда тоже радуют А дует двух принцев у водопада Раз увидев, вы вряд ли когда-либо забудете И Крис Пайн, и Эмили Блант, и Анна Кендрик Да в общем и все остальные поют хорошо Но и тут Мэрил Стрип слушается гораздо приятнее остальных Хотя сюрпризом это не стало Ранее она уже демонстрировала свой отличный голос в киномюзикле «Мамма миа» Кстати, Кристин Барански, снявшаяся вместе с ней в том фильме «В чем дальше в лес» тоже присутствует Тексты песен местами интересно написаны и оригинально зарифмованы Хотя здесь для российского зрителя начинается самое интересное Дело в том, что разговорная речь дублирована на русский А все песни идут на английском с русскими субтитрами И в некоторых местах, где персонажи плавно и незаметно переходят от пения к говорению Это начинает немного сворачивать мозг в кудрявые спиральки Лучше бы все сделали с субтитрами Было бы куда легче для восприятия Такой вариант, конечно, не для всех Но так и сам фильм не для всех И воспринимается почти как эдакий арт-хаус Более того, мысли, высказываемые в конце Если с них отряхнуть насыпанную явно для детишек шалуху Скорее подошли бы для какого-нибудь фильма с претензией на серьезность Они вовсе не вызывают катартические слезы от залитого прямо в центр удовольствия Классического диснеевского коктейля из умиления, сочувствия персонажам И радости от того, как удачно у них там все в итоге разрешилось А скорее заставляют серьезно задуматься Над жизнью, над тем, откуда и куда вы идете и что делать дальше Тут нельзя не упомянуть отличный аналог в популярном сегодня сериальном формате Однажды в сказке И его спин-офф Однажды в стране чудес Качественно, увлекательно, без песен, зауми, сложной морали и аллюзии непонятно на что А чем дальше влез, фильм хороший, необычный, глубокий С неожиданными сюжетными поворотами И даже чуть-чуть с Джонни Деппом Однако для массового зрителя он все-таки слишком своеобразный They are not alone No one is alone Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...